198 работ и почти две сотни юных талантливых участников. Владимирский хлебокомбинат подвёл итоги творческого конкурса «Колобок» в рамках акции «Первоклассник-2020». Она проводится уже в 23-й раз. Участникам нужно было сделать интересную поделку, рисунок или даже видеоролик с главным героем «Колобком». Главной темой этого года стал космос. Владимирских первоклассников ждал сюрприз. С началом учебного года их поздравил настоящий космонавт, герой России Роман Романенко. У нас в планах это поставлять, конечно, продукцию в космос на различные станции. Это, конечно, далёкое будущее, но у нас это в планах уже есть, и мы к этому стремимся. Всегда приятно смотреть, когда родители, присутствующие когда-то, много лет назад, также сидели, как и эти первоклассники, и участвовали в этой акции. Это очень важно, это уже перерастает в традицию. Победителей конкурса в разных номинациях, и их родных сегодня пригласили на предприятие. Им вручили подарки. Ой, а кто эту планету в узелочек завязал? И такую вкуснотищу Мила Кренделем назвал. Максим Гусаров стал лучшим в номинации «Креативное творчество». Вместе с семьёй они сделали мультфильм про космическое путешествие «Колобка» в поисках рецептов выпечки. Идея сразу пришла, что на конкурс ребёнку сделать вот такой вот мультик. Тема в этом году была определена, что в космосе, да. Ну и мы докрутили, придумали, что в космосе можно найти, да. Придумали, что планеты будут в виде булочек, которые происходят в хлебокомбинат. Ну и собирали рецепты, привозили сюда. Почему у нас во Владимире самый вкусный хлеб. Максим очень старался озвучить мультфильм красиво и выразительно. У мальчика много разных увлечений и занятий. В этом году к ним добавилась школа. С братом играть там в игрушки, на велосипеде кататься, на самокате, на улице гулять люблю. А сам хлеб любишь есть? Да. Активнее всего в конкурсе участвовали ученики школы номер два. В номинации «Коллективное творчество» победил целый класс 1-й Г. Вместе ребята сделали панно. На нём изображены сразу 26 колобков. Мы решили, что сделает каждый ребёнок своего маленького небольшого колобка и объединили это всё в одно большое панно. По-моему, получилось неплохо и получилось занять первое место. Организаторы уверены, этот конкурс и акция «Первоклассник» помогают раскрыть таланты школьников, прививая любовь и уважение к труду хлебопёков.